Привет, друзья! Не знаю, как у вас, но очень сложно работать в условиях женского глобального начала. У нас на работе одни женщины. Ладно, молоденькие, но они же в основном за 39. И все на молоденькое мяско поглядывают. Ладно, но мяско. Они за кости цепляются, понимаете? В общем, я нашел под эту тему сериальчик. Город Хищниц называется. Да-да, Елизавета Антоновна, я зайду к вам с отчетом. Город Хищниц Город Хищниц. Это такая легкая и веселая комедия о том, как 40-летняя американка после развода желает вспомнить молодость, то и заниматься сексом, то и сити, чем мы там еще занимаемся в удовольствии. Казалось бы, сюжет и простоватый, но фишка совсем не в нем. Кортни Кокс. Вот крючок, на который должна ловиться рыбка. Все, кто влюблен в сериал «Друзья», а таких немало, пристально следят за появлением на экранах своих любимых героев. И перерождение Моники из «Друзей» в «Джулс» из города Хищниц стало бальзамом на душу для многих телезрителей. Учитывая тот факт, что Кортни Кокс является одним из создателей этого сериала, она явно не стала далеко ходить и выбрала проверенную схему. На экране сложилась банда «Друзьяк за 40», которые шутят друг над другом, любят друг друга и помогают друг другу. И это сработало. Три сезона уже вышло, снимается четвертый. Это была отличная идея. Ты посмотри на него. Я всего лишь голова на пляже. А еще Кортни сумела уговорить своих подруг Дженнифор Энистон и Лизу Кадру появиться в городе Хищниц в качестве приглашенных звезд. Вот это уж точно оргазм для фанов друзей. Забей. Не обращай внимания. В сериале «Город Хищниц» не только много шуток, разговоров о сексе и озабоченных женщин. Еще там много пьют. Конечно, пьют они не по-нашему, никто водку пьем не запивает. Но вино дамочки любят. Бутылка 2 за серию уходит. Кстати, кто-то из зрителей даже жаловался на создателей сериала за якобы пропаганду алкоголизма. Алин, плесни мне еще чуть. А что, бурбона нет сегодня? Ну, давай, за милых дам в возрасте. Просто стаканчики закончились. А мне нравится. Мне тоже. Что? Сейчас 8 утра. Мы чуть-чуть. Название сериала «Город Хищниц» в оригинале звучит как «Кюгер Таун». Это не случайно, ведь словом «Кюгерс» американцы называют женщин в возрасте, непрестанно ищущих приключений с парнями намного моложе их. Вау! Привет. Я Варп. Но главная героиня Джул совсем не из этого отряда осиных маток. Она скорее клей, который держит всю сумасшедшую компашку вместе. Кстати, все персонажи в этом сериальчике получились забавными и веселыми. И что интересно, кино кажется бабским, но мужики на экране зажигают по-нашему. Ну как дела, мой друг? Ну как ваш айфон? Приятного всем аппетита! Ну как, доели бутерброд? Билл Лоуренс, создатель сериала, очень любит музыкальные ставочки. Именно поэтому у одного из героев очень часто в руках появляется гитара. Да, 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 Роман Иванович, ваша гитара, ваша. Я взял помыть ее, поэтому я сейчас помою и верну ее вам. Кто сказал, что шефа нет на месте? Ты будешь должна мне 20 баксов. А сейчас следите за ходом моих мыслей. Билл Лоуренс, режиссер сериала «Клиника», работал еще над первым сезоном сериала «Друзья», где ему очень понравилось сотрудничать с Кортни Кокс. Поэтому актриса появилась и в «Клинике», а затем решила со старым дружком воскресить былые времена. Так появился «Город хищниц». Уловили? Не важно. Важно, что этот сериал по картинке похож на друзей, по стилю на «Клинику». И это многим нравится. Взрывать отчет Елизавете Антоновне, надо иметь крепкие нервы. И не только нервы вам скажу. Если вы все женщины за 40 выглядели, как Кортни Кокс. Кстати, в фильме 41, а в жизни исполнилось 48 лет. Как моей маме, кстати. Уже о чем это я? Совершенно отдельная тема в сериале – это отношение Джулс со своим сыном. Она его очень любит, очень оберегает, очень контролирует. Очень и очень, в общем. Я бы, наверное, тронулся с такой маменькой. Но в кино парень вырос нормальным, даже адекватным. Воспринимает выходки Джулс как неотъемлемая. О боже, ты хоть смотришь, куда едешь? Я тоже тебя люблю. Этот сериал полюбился многим. Особенно тем, кто висел на друзьях и на клинике. Но признаться честно, всем нам иногда хочется просто положительных эмоций, хорошего настроения, друзей рядом, бокалы в руке. Это я сейчас сказал, пора завязывать с женскими сериалами. Ну что, Город Хищниц такой себе ненапряжный сериальчик о том, как там хорошо живется женщинам за 40. У нас бы такой сериал назывался «45-45, бабка-ягодка опять». Я думаю, этот сериал больше всего подойдет женщинам, пардоните, девушкам за 30. Может Елизавете Антоновне предложить сериальчик? Хотя нет, у меня сейчас свое кино будет. Ну, увидимся, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok